У моей бабушки была одна детская фотография, две юношенских и одна на паспорт Чуть позже, конечно, появилось больше, когда я стала заниматься фотографией Но так было у многих, фотографий было мало, их ценили, хранили, ни в коем случае не выбрасывали Сейчас же, каждое утро мы делаем очень много фотографий для того, чтобы разместить в социальных сетях И, конечно же, нам нужно, чтобы наши фотографии каким-то образом выделялись Ну вот, например, смотрите, как замечательно, вот здесь вот необычно сфотографирована роза Что это за хитрость такая, решили мы узнать у Ольги Лапшиной Здравствуйте, Ольга Здравствуйте, Надежда Как сделать так, чтобы фотография была уже вроде не фотография, а прямо целая картина? Вот, для того, чтобы сделать фотографию более художественной, мы будем сегодня использовать такой прием Как съемка через стекло с помощью набрызга водой, крема, маслом Вот, и в результате этого у нас немножко будет она похожа на картину С чего начнем? Ну, с воды самого простого Да, ну, можно еще сказать о том, что для того, чтобы вдохновиться, чтобы выбрать правильную гамму цветовую Чтобы у нас цветок не сливался с фоном Вот, можно в интернете посмотреть картины художников, например Вот, посмотреть сочетание, какие цветы, на каком фоне можно выбрать То есть, для того, чтобы сделать такую фотографию, нам нужен фон Да Ну, и, конечно же, цветок Просто можно из подручных средств вниз сделать вверх и фотографировать так, чтобы лишнее у нас кадр не входило Вот, посмотреть какие-то красивые сочетания цветов То есть, могут быть контрастные, могут быть пастельные Ольга, а вот мы, чем вы руководствовались, когда подбирали такой, к этому замечательному, необыкновенному по цвету, необыкновенному по цвету хризантеме Вы выбрали вот такой вот фон Он довольно яркий Вот, ну, мне понравился очень яркий цветок И я решила, что он будет вот именно на этом цвете красиво смотреться, как бы на контрасте И вот тот цвет будет дополнять этот цвет, ну, подчеркивать Нужно ли думать о том, что если цветок теплого оттенка, то и фон должен быть теплого Если холодного, то и фон холодного Или здесь это не важно Ну, тут надо пробовать Главное, чтобы это было красиво, гармонично и хорошо смотрелось Итак, сейчас мы будем с помощью разных ухищрений, разных хитростей фотографировать этот цветок Что мы будем делать? Нам нужно для этого стекло Да, для начала нам нужно стекло Давайте мы сначала, чтобы не повредить, уберем И пульверизатор Так Просто обычный, я думаю, что он у всех в доме есть Вот То есть мы будем вертикально держать Я держу Да Потом брызгаем стекло Имитируем капли дождя Вот То есть тоже можно больше, меньше набрызгать Ольга, там же можно и людей снимать Как будто бы он Да Вот За окном И просто через стекло фотографируем Мы набрызгали воду и теперь фотографируем Через стекло Вот Можно сделать фокус на сам цветок А можно фокус на капли дождя От этого будет зависеть, как у нас получится Вот, например Не терпится посмотреть, что у нас получится Да Вот примерно вот так должно получиться Вот в этой технике так, да, у нас? Да То есть тут у нас фокус на капельки дождя Вот Получилось Ну, такое Размытие Очень необычно И вот здесь вот тоже интересно получилось Тут попал свет И вот уже по-другому получилось Вот Разводы тоже можно сделать, чтобы были мелкие капельки Можно сделать так, чтобы они стекали, как дождик стекает Ольга, вы сказали, тут попал свет Что нужно для того, чтобы попал свет? Ну, можно тоже искусственно это сделать Допустим, лампой подсветить Вот А можно, ну, как-то вот поповорачивать Допустим, фон, вазочку Если из окна бьет солнце То солнечный луч может попасть То вообще будет красиво Хотя, как это может быть? Быть солнечный луч при дожде Ну, может, да Вот когда грибной дождик Летом, летний дождик Там как раз много оттенков И все сразу Ольга, ну я так понимаю, что это не единственный способ Не единственная хитрость Да, также можно попробовать масло Любое масло, какое есть в доме Растительное Можно вазелиновое Или оливковое, например Нужно ли обтирать вот эту воду? Ну, вода, в принципе, нам не помешает Да Вот Ну, можно взять ватный диск Или я вот салфеткой нанесу Ну и можно То есть сразу уже какую-то придавать фактуру То есть можно порисовать Вот так, да, а бы как-нибудь А мы даже какими-то кругами, да Так, вот можем Да, кругами, можно полосками Вот Так, вот Придаем какую-то фактуру Вот Задаем какой-то необычный, да? И опять же Держу Фотографируем Также можно вот в нужном месте, где цветочек у нас будет, допустим, протереть Такое сделать, как окошечко Вот И тогда у нас цветочек будет хорошо видно, а остальное будет фактура Главное Главное при съемке попасть в это окошечко Да Ну, можно и в вазочке тоже там окошечко, например, сделать Так Вот То есть и у нас Примерно должно Посмотрим, что получится Примерно вот так вот должно получиться Тоже Ну, опять же, фокус можно сделать либо на цветок, либо на фактуру Очень интересно Так, теперь нам нужно обтереть будет масло Для следующей фотосессии нашего цветка мы стекло вытерли Что дальше? Очистили Теперь мы будем использовать крем В принципе, можно любой использовать Можно косметический, можно медицинский Можно для рук, можно для лица Да, любой Ну, тоже так же наносим То есть можем Лучше это салфеточкой И будет уже другой эффект не такой, как масло Да, можем, например, сделать Ну, такими полосочками Вот Для фактуры Можно использовать даже губку То есть можно вот так вот делать фактуру По крему прямо, да? Фактуру будем делать Да, можно использовать расческу Тоже вот Расческу? Да Так же, как в декоративной штукатурке Там используют разные всякие приемы Очень интересно Тут то же самое можно использовать Любые там щетки Кубки Кисточки можно использовать Ну, вот, допустим, делаем Мы тогда по диагонали полосы Посмотрим, что получилось Сейчас можно уже готовить стекло Сотографирование Да Ну, вот оно у нас такое получилось Интересное Ну, оно уже менее прозрачное И фотография будет более загадочная Да Так Ну, и опять же, лучше сделать окошечко Чтобы цветочек было видно Так же, как, допустим, когда стекло запотело Мы делаем окошечки Вот, где вазочка, чтобы проглядывала И цветочек Делаем окошечки Пробуем Так И где у нас фотографии в этой технике? Ну, примерно вот так вот получается у нас Очень интересно И вновь мы почистили стекло У нас новая техника Новый секрет Что будем делать? Мы можем теперь добавить гуашь Вот, берем большую кисточку И можем порисовать на стекле Ну, я взяла желтенький Можно, в принципе, какой-то другой цвет взять Я так понимаю, что закрашивать целиком не нужно Да, можно Или потом окошечко протрем Да Можно Ну, так и так можно Можно Если сделать без окошечка То будет как более абстракция Так Так примерно Вот Вот так Да Ну, вот примерно Пробуем Так, вот так пробуем Это у нас так Более абстракция Это у нас примерно вот так получается Интересно Тут же можно было любоваться Эта краска, да? Да, можно было любую Так А теперь Сделаем опять окошечко Давайте Можно Немножко закруглить фактуру Там вот Сделать Спиральки какие-то Вот И опять фотографируем Ага, давайте Вот и у нас получается Примерно вот так Как интересно Фотографировать не обязательно Можно на зеркальный фотоаппарат Можно также использовать Телефон обыкновенный Вот И в редакторе Обрезать лишнее Откадрировать Можно добавить яркости Контрастика И будет у нас как открытка О, замечательно Ольга, ну почему-то хочется Сразу спросить Можно ли людей Фотографировать Вот С такими вот Интересными Приспособлениями Можно Можно людей Можно на улицу Просто выйти Какие-то здания Фотографировать Какие-то Трамвай Через стекло Да, можно попрызгать Интересно Вот Ну, есть такие Маленькие варианты У меня есть вот такой Небольшой пульверизатор Я с ним иногда хожу Попросить прохожих Подержать стекло И сфотографировать Трамвай А вот селфи Можно сделать Вот Есть ли какие-то Приспособления Чтобы селфи Вот тоже сделать Как-то необычно Селфи тоже можно На зеркало Также набрызгать Капли воды Ну, либо там Кремом намазать Вот Ну, это Хороший Хороший вариант Я еще такое не пробовала Поэтому попробуем И сфотографировать Уже себя В зеркале А вообще, Ольга Вот Как фотограф Несколько советов Как сделать Хорошее селфи Хорошее селфи Ну, существует Правило третей Это если углубляться То есть мы мысленно Можем разделить На экране Там даже сейчас Есть подсказки Такие линии Да Вот Мысленно разделить На 9 частей Экран И точки Пересечения Это точки 4 там Такие точки Где желательно Располагать Главные Объекты Да Ну, вот если Допустим Это у нас будет Человек То можно Его сместить Не по центру А чуть-чуть В сторону Вот И тогда Фотография Будет уже Как-то более Художественно Выглядеть Вот Также Что еще Можно использовать Как сфотограф Я хочу Чтобы вы подсказали Как нужно встать Как нужно Посмотреть Как нужно Себя держать В кадре Это же Очень важно И я знаю Что вы Владеете Этими секретами Можно подсветку Сделать Другого человека Допустим Попросить Чтобы он Посветил На вас Тогда Чтобы меньше Теней Было Будет Красивее Вот Также Ну, красиво Когда человек Не в кадр Смотрит А немножко В сторону Ну, вот такие Какие-то Тонкости Есть Секреты Вот Ну, одежду Может подобрать Красиво Тоже То есть Чтобы фон И человек Красиво Человек Красиво Смотрелся На этом фоне То есть Ну, чтобы не сливался Допустим Опять тот же Контраст делать Ольга Ну, сейчас Очень многие Делают фотографию А затем Ее доводят Своё лицо Буквально До кукольных Для того Чтобы куда-то В социальные сети Выложить Как вы к этому Относитесь Ну, все Всегда Люди хотели Быть красивее Поэтому Я хорошо К этому отношусь Если Им это нравится Пускай Главное Чтобы их узнавали Ну, главное Да Если человек Допустим Потом Познакомился С кем-то Придет на свидание Совсем другой Возможно Его и не узнают Ольга Ну, коль уж Мы заговорили о зеркале Еще как-то Можно использовать зеркало Для того Чтобы сделать Красивую фотографию Можно, да Я летом Купила Очень красивое зеркало С классической рамой Такое прям Ну, естественно Сразу пошла В поле Экспериментировать Почему в поле Зеркало? Ну, чтобы цветочки Фотографировать Давайте расскажем Прямо на траву Непонятно Как зеркало Положила зеркало На траву Набрызгала Тоже опять же Пульверизатором И цветочки Там выкладывала Красиво Вот Можно так использовать Да, то есть Вид сверху И тогда у нас Отражение Там будет Интересно И там небо Будет отражаться Небо отражается Да Можно поставить Под углом Каким-то Тогда Возможно В кадр Ну, у меня Допустим Монастырь Вошел в кадр Тоже красиво Травка Монастырь То есть Где-то вдалеке Оказался монастырь Да Ну, опять же Та же самая техника В фокусе Можно использовать То есть Например Как здесь Да Цветочек в фокусе У нас Получился Вот А фон Размытый И При съемке зеркала Можно то же самое Использовать Что допустим На монастырь фокус Навести Один кадр А второй кадр Навести фокус Ну, допустим На первый план На цветочки И получится Совершенно разная Картина Да Вот Если первый план Допустим Тут у нас Фактура На первом плане Получилась Цветочек Он Размытый Можно использовать Рамки Какие-то Можно даже Просто без стекла Какую-то красивую рамку Взять Через эту рамку Сфотографировать Ну, можно даже Гуляя Просто Там По полю Опять же По тому же По улице Можно увидеть Какой-то дом Красивый В эту рамку Поместить Сфотографировать Либо какой-то Цветочек То есть Выделить Как вот Что он в кадр Попал у нас Можно использовать Естественные рамки Например Идете Вы видите Забор Красивый Ну, например Решеточка Такая Как-нибудь Ажурная Допустим Там есть Какой-то Кружочек И вы можете В этот Кружочек Поместить Писать Ну, да Цветочек Например Который Увидите Красивый Либо Человека Который Мимо Проходит Будет Даже Интересно Главное Обладать Творческим Взглядом На все Смотрите На мир Широко Раскрытыми Глазами И Используйте Все Что придет Вам в голову Потому что Наверное Тут ограничений Никаких Нет Ну Я думаю Начать Надо со стекла Поскольку Тут уже Все шаги Прописаны И Можно Уже Прямо Сегодня Попробуют Сделать Это Дома Спасибо Огромное Ольга Это Так Увлекательно И Обязательно Попробую И Вам Тоже Советую Спасибо Надежда